УБИЦ! Я уже немного поиграл в эту карту и скажу, что тут какая-то проблема с балансом сильная очень. Вы даже первую волну просрете. Ну и плюс это та же проблема, что и в защите башни Близзард. Видите, да, я не могу правильно поставить башню. Готово. Готово. Ух ты. Я могу так подставить. Ну ладно. Не знаю, как это работает тут вообще. Что такого нам воротили в Близзард, но да ладно. Пускай оно будет вот так. Так, погнали. Ай, какое там начало-то? Так, а молотовая башня Лазурный Полян, господи. Да зачем такие длинные башни, а? Это название. Не, ну даже на классике, скажем так, это выглядит приемлемо. Весьма приемлемо, я бы сказал. Конечно, баги очень вот такого типа, они раздражают определено. Ну и сейчас объясню, а где ящер-то наш? Посмотрите, у него 20 броней, у него бешеный реген. Я не знаю, зачем Близзард так сделали. Но они сделали это. А теперь мне огребают сейчас за это. Все равно даже в фокусе пропустили некоторых. Сколько там? Лазурная жрица 150 стоит. Нам бы она пригодилась. Первая волна я пропустил. Я никогда на первой волне не пропускал. Насколько я помню. А вот здесь я пропускаю. Это чтобы вы понимали всю разницу. Если бы ящеры не были такими жирными, то вполне себе можно было бы это выдержать. О, ящеры жирные. Мне кажется, это лазурная ведьма, ее лицо на иконке похоже на какого-то мужика с торчащими вот этими штуками на голове. Штука какая-то шесть, блин. Ведьма, действительно ведьма. Огр-агрессор. Вообще, можете смотреть на название, как у нас это перевели. Много всякой ржаки непонятной. Я не помню, как это было в Судкововском варианте, но я что-то не помню всяких агрессоров каких-то там. Низшее водяное чудище. Кстати, прикольно выглядит. Действительно, как низшее водяное чудище. Из-за того, что я его так подставил, теперь вот у меня они стреляют, как по полоте башни. Я много пропущу, наверное. Не, она даже не успеет выйти отсюда. Это плохо. Вторая волна, вон сколько мы пропустили уже. Ну, мы до 10-й в лучшем случае доживем. Мне, кстати, в прошлый раз так и доживал до 10-й. Там уже просто... На самом деле, здесь уже моя вина, потому что я неправильно тактику против боссов выстрелил. Хотя, раньше-то работало. Так, корни нам пригодятся. Садятся. Равоксир интеллекта. И погнали. Опять же, тут почему-то напутаны иконки и описания. Я не знаю, что там за проблема. Вот посмотрите-ка. Его только одним большим таким залпом можно убить. Почувствуйте гнев луны и луны. Даже герой не берет. Богиня согласна. В путь. Вперед. Так, я иду. В путь. Мы готовы нанести. Здесь уже проблема, потому что я башни не прокачал. Беред. Богиня согласна. В путь. Так, стоять. Бей. Попробуем его убить. Да, за 9 секунд мы его не успели убить. 20%. Третья волна. Я исцелю эти земли. Господи боже мой. Так, где ты там? Ой, он еще и без модельки. Ай, 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 ай. Ай. Больно-то как, а? Доверься мне. Нужно действовать. Во имя богини. Бей! Почувствуйте гнев луны. Еще и башни не прокачал, дурак. Так я иду. И теперь будем за это огребать сейчас. Доверься мне. Богиня согласна. Во имя богини. Так, хорошо. Путь. Кто-нибудь ранен? Конечно. На что жалуетесь? Я готова. Нужно действовать. Готовы. Мы готовы нанести удар. Так, его убьют. Надо заняться остальными. Чем могу помочь? Повинуемся. Нужно действовать. Путь. Так я иду. Готовы. Еще 10% добавились. Вообще класс. Со шпилем молнию, думаю, попрет. Нужно действовать. Мало хотя бы разочек капнуть сейчас эти молотовые башни. А потом можно застраиваться башнями грома. А то мы так и будем пропускать реально. Ооо. Потом тоже, да? 20 бронировки. Что это за дела? И так много этих лящеров. Я в шоке. В путь. Так я иду. Во имя богини. Почувствуйте гнев, мол, иди. В бою, согласны. Здесь. Так, ты. Во имя богини. Вперед. Против ящеров я абсолютно бессилен. Так, я и думала. Богини согласна. На что жалуетесь? Так, ну вообще для этого могли бы иконочки тоже разные завести. Завезут. Завезут. Это, кстати, ребят, это не выдранные из архива прошлых версий карты. Это именно в архиве рефорджи, добеты. Вот все эти карты, которые я сыграл в кастомные сценарии близов. Они в архиве рефорджида. Во имя богини. Так что воспринимайте, как бета-версия прелюдии к рефорджида. К выходу его. Во имя богини. Огар-воин, водяное чудище, гарпи, амазонка, а ты у нас кто, демонический, жуткий... Я готова. Кто? Сделали бы какую-то опцию, чтобы я мог просматривать название полностью. Не знаю, навел там, увидел название. Что это за дела? Так. С этим пацаном надо что-то делать. Ну давай, кидаю же корни. Фух, я не успела. Криты, криты, еще крит. Не, далековато будет, да? Ой, почти. Доверься мне. Слушай. Приступаю. Я готова. Что-то у этих башен со освещением на портрете. Вообще у всех башен со освещением. У всех портретов со освещением проблемы. Мы готовы нанести удар. Вперед. Доверься мне. Опять ящер, 20 брони. Блин, да что же вы такие жирные ящеры-то, а? Нужно действовать. Богиня согласна. Только одного я в корне просто пущу. Мы готовы нанести удар. Почувствуйте граво. У него еще и длительно снижена. Эй, хе-хе-хе-хе. Ну, чем их такими имбовыми было делать, не понимаю. На что жалуетесь? На ящера! Ну, чего они такие сильные? Во имя богини. Так, продолжаем. Готово. Вперед. В путь. Богиня согласна. Чем могу помочь? Нужно больше золота. Да золота даже не хватит. Ой, блин. Вот этих надо было добить. Как пожелаешь. Доверься мне. В путь. Богиня согласна. Инкария Альта Ламерия Эст Тула. Готово, господи. Ааа, зачем такие названия сложные-то, а? В путь. Недостаточно золота. Вот для этой карты, кстати, вы могли бы сделать экземпляр способностей замедления, в котором автокаст отсутствует. Вот что вы могли сделать, а не писать вот это всё. Это же рефоржа. Это же мелочи на самом деле. И это пять секунд переделать. Не переделали бы они это. Было бы здорово. Согласитесь, на самом деле. Да и вообще вести бы в опцию автокаст способности, да? Ну, в ритахте, я имею ввиду, вести её. Это же очень удобная штука. Захотел, сделал автокастец. Так птица или наездик всё-таки? Вперёд! Вперёд! За облачную галь! Вперёд! Вперёд! Мы готовы нанести удар. В небе! Мне нет равных! Доверь себе! Во имя богини! Богиня согласна. Так, срочно отыскиваем. Вперёд! 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 Так, срочно отыскиваем больных ублюдков. رة на облачную галь! Лидишь, что-то выйдет. Я готова! В обратную сторону идите, в обратную. Поторопись, человек. Так, и, пожалуй, еще одного, кого там, а, Творжака. Так, поздравляем, вы дожили до первого босса, готовьтесь. На что жалуетесь? Мы готовы нанести удар. Кто-нибудь ранен? Как пожелаешь. Доверь себе. Мерзость. Примерно у меня те же впечатления, когда я играю в эту версию карты. Слава выше, эльфам быстрее метра. Я готов. Доверь себе, богиня согласна. Уйтер хотя бы не реген лютый. Не на том спасибо. Ну, блин, 50 тысяч хп, в принципе, то, что было. А броня, не помню, было ли 20 броней у них или нет. Ну, считайте, у них 100 тысяч здоровья, грубо говоря. Стоп, стоп, стоп. Всегда 15 стоило. Стоило грейпта. Что-то не помню. Так, замедляйте его срочно. И всегда ли героическое броня было? Почувствуй ты гнев, улыбка. И не надо тут использовать абуз, мне кажется, определённо. Абуз заключается в том, что в Деаккорде вы прерываете приказы. И пока их не сагрит что-то, они не пойдут дальше. Хотя, видимо, этому почему-то похер. Так, вам первую мерзость. Получаем стопочку. Так, хорошо. Вот на этих абуз сработал. Блин, а прикольно молния так бьёт из камня самого. Всё, видите, абуз сработал. Он не знает, куда идти, и он ходит назад. Но как войдёт в эту область, он пойдёт обратно. Потому что это ивент. Понимаем его. Молодцы. На самом деле, здесь гораздо меньше башет можно подряд построить. Но, с другой стороны, так как они, получается, распределены повсюду... Готово. Как бы... Я готова. По всей вот этой области они распределены. И какой-то баланс. Здесь они все в одном месте. Нужно действовать. И выходит немножко фигня какая-то. Так, ну, я думаю, мы этого босса добьём. Так, если это остальное... Чем надо помочь? И можно улучшать магию гроба. Хотя, по-хорошему надо заканчивать. Нужно действовать. Максимум наш этот ещё можно посмотреть на крипов, как они выглядят все в целом. Мы готовы нанести удар. Вперёд! На что жалуюсь? Нужно действовать. Ну, всё, сейчас пойдут быстрые крипы. Но главное, чтобы не было ссанных ящеров. Ты у которых 20 брони и реген бешеный. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Путь! Богиня согласна. Так не и не. На удивление, их держим неплохо. О, грейт. Я думаю, в следующем этапе мы можем двух героев построить. И потихоньку готовиться к 20 волне, которая невидимая у нас. Но зато, так как башню можем строить как по кайфу, простите, забагаюс, но, блин, ты сами виноваты. Может, они так и задумывали, что-то узнают. Нужно действовать. Так, не понял, что тут. Ой-ой-ой, книжечка, надо будет подобрать её. Богиня согласна. Мы готовы нанести удар. Я готова. Вообще, знаете, чё, для разнообразия все эти способности можно ловы переименовать и конкурсами. Блин, это же официальный поддерживаемый сценарий Blizzard. Чё так всё печально немного. Так я иду. Кстати, у них описание, я никак не обращаю внимания. Нужно действовать. Эта змея особенно полезна для выслеживания горстки тех монстров, сумевших проскользнуть мимо вашей линии обороны. А это Творжак, императорский чародей и крайне могущественный колдун, достигший небывалых высот в тайной магии. Можете призвать его воплощение у алтаря. Способность смерти и разложения очень эффективна вроде в монстре с большим коллегами. С опасным здоровьем. Ага. Я готова. Нужно действовать. Жду с нетерпением. С его мрачная тянет. Время не ждёт. Боги не согласны. Вперёд! Наша воля исполнится. Время не ждёт. Интересно, кстати, сделано. Если хп не влезает в эту полоску, то просто текущее отображает. А как я тогда узнаю, какой максимум там... Так, один всё-таки поскользнул. Бегун. Идут за императрицу. За императрицу. Кто-нибудь ранен? Как пожелаешь. Так, я дострою, пожалуй, вот эту линию. И начнём подкапливать... На 1500 на Драйземса. Я думаю, что стайники, стайники нам очень помогут, когда боссы всякие будут вылезать. И они будут тупо тут торчать. Готово. Беспомощные. Так, нырубский сгон. Господи, проворный ныруб. Так, очень быстро разбираем пацанов. Тут уже близится 20-я волна. Надо готовиться. Блин, а куда лучше поставить-то башню Палева? Время не ждёт. Как он прокачался, а она нет. Ватафак. Кого-то мы всё равно пропускаем, конечно, и поэтому стайники нужны. Я следую твоему приказу. Чёрт. Хорошо. 17-я волна. Чё тут? Красиво. Доверься. Не стоит со мной шутить. Я готова. Богиня согласна. Слушай. Я готов. Наша воля исполнится. Чё? Кто это сказал? А, это дракон-доги. Классно заюзал на лоу-хп-шном крепе. Так, надо держать голову. Нам нужно 300 голды. Это кардинал плюс 2 башни. Ну, возможно, со следующей волны у нас даже хватит голды, чтобы сделать грейд шпилей до внутрь, в общем-то, шпили Зевса. Чем могу помочь? Время не ждёт. На время. Так, напишите реальность вероятности какой-то определённой. Доверь всеми. Так я иду. Вперёд! Иду с нетерпением. Богиня согласна. Так я иду. Вей! Не стоит со мной шутить. Ух, сколько тут всего. Уже пора. Быстрее ветра! Да, ну всё, 1500 точно будет у нас. И на следующей волну даже... Даже как в песне, даже когда мы потратим 300 голды, у нас ещё даже останется на чай, кофе. Всё вместе взятое. Не стоит со мной шутить. Всё вместе взятое время не ждёт во имя Асшары. Так, всё, надо резко игреют делать. Вот тут кардинал. Пронзает эфир. Они так это называют. Уже лечу. Да. Уже пора. Какие-то эфиры тут. Иду с нетерпением. Напридумывали. Проскань о чём хочешь. Мудрые слова. Отдевай больше слов. Но начало. Наша воля. Нужно действовать. Путь. Готовь. Уже пора. Так, ну второго босса мы встретим только где-то здесь. Так что нет абсолютно никакого смысла сейчас двигаться к братам. По-моему никакого... Могли бы сделать предупреждение, да? Что вас встречает супер убер дупер босс, который невидимый просто. И всё. И вас выебили. Мы прошли около половины. Пропустили половину. Забавная ситуация. Так, ну ждём-ждём-ждём. Ай блин, они невидимые. На них не кинуть корни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яяй. Уплакала наша дельца, да. Ну держите её под станами, а. Всё, одна ускользнула от нас. Я не считал. По-моему, только двоих убили. Ещё две где-то. Но вроде только одна проскользнула. Вот что самое интересное. Может, это, конечно, придётся долго, пока она дойдёт. Слушайте, мы уже прилично так играем. Даже несмотря на то, что тут сраные ящеры, которые очень сильно вначале нам подпортили малину, мы держимся. Но я сомневаюсь, что мы до самого конца прям продержимся. Вот в конце прям и сольёмся, я уверен. У нас будет 97-98% и Мнестас, которого не убить. И всё. Хотя, хотя... У нас есть смерть и развожение. Перачим нам Мнестаса. Прощай, Мнестас. Я готова. Это, по идее, работает вообще на всех. Независимо от того, есть у него... Невосприимчивость нету. Так, ну всё, пошли такие жирненькие, медленные пацаны. Здесь ещё будут инвизоры появляться периодически. И это вот прям, знаете, отличная десятка волн, чтобы накопить на кристальную технологию и начать клепать кристальные пашки. Астральные зениты. Да. У них гигантский урон, большая дальность, высокая скорость атаки. Единственное, что у них нет ни Станов, ни Станов, ни Критов, да? Но у них есть замедление. И нам уже Дракондоры как бы не понадобятся. Что на самом деле прикольно. В течение нескольких волн мы подкопим к Трицарику, я думаю, точно. А вот его надо... Да, по-хорошему ему нужен шестой уровень. Чем быстрее, тем как бы лучше. Так, чё тут, чё тут? Ну, эти хотя бы не имеют 20 брони и бешеные регены, наверное. Кто-нибудь... Наша воля исполнится. Ну, тут пока Шпили Зевсы своё дело делают. Добротенько, качественно. А, когти дают плюс 60 атаки вообще. А-а-а, мать моя. Ждусь нетерпением. Что это за хрень? Как скажешь. За императрицу. На что жалуетесь? Блин, а прикиньте, да, это вот такая фигня, мини-бетка-версия. А потом Херак на выходе рефоржит, и они делают ремейк это и всех своих остальных карт. Близзар-близзар. И мои херебай вот того, какие там невероятно крутые механики нам показывают. Эх, мечтать не вредно. К сожалению, так не будет. Я бы добавил, скорее всего, но как-то мне не хватает оптимизма в сторону Близзард, чтобы добавить, скорее всего. Скорее точно. Так, а что стоим? Идем, идем, идем. Так, что там, полян, быстрей, по-моему, да? Я готова. Так, ну и это нужная вещичка. О, черт. Так, за четыре волны мы накопили две тысячи, а нам надо пять. Почти половина. Думаю, этого у нас 2600. Получается 25-ая 3 с копейками. Вот здесь 7-ая 3500. 28-ая, блин, ну 30-ый на копии, считайте. Уже пора? Путин. Кто-нибудь ранен? Жду с нетерпением. Я согласен. У-у-у, сколько тут. Бушующий великан. Свирепый громила. Наша воля располнется. Жуткая жуть. Так, надо замедление кидать по тем, кто уходит дальше нужное. Ну все, мы начинаем пропускать. Наша защита течет. Если я так и продолжу катить. Ну нахера, у нас будет сейчас землетрясение. Просто входим сюда и херачим. Ой, да ладно, у Саламандры тоже реген, как у ящера. Да и у всех у них какой-то реген, а? Эй, 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 слушайте, вы там чё? Эй, регенераты. Так, нельзя дать ему уйти. Либо он, либо эти двое. Да, я тупо, конечно, сделал. Надо было не его выбирать, а этих двоих. Так, двое семьсот. Еще тысяча двести с копейками на технологию. Так, быстренько, значит, коцаем здесь парней, отходим и кидаем землетряску. Там как раз культа отгдышится пока. А мы будем их всех убивать. Так что все предусмотрено. Здоровые парни, поехали. Уже пора. Уже пора. Доверожиться у этого голема. Великолепно. Эра сажат. Хорошо. Как с... Так, ну кидать надо определенно на толпу. Слушайте, а это чё, все что ли? Чё так мало их? Уже пора. Прошлую волну и там такая толпа на меня напала. Все, пошло. О-о-о-о. Не, мы их не выберем. Кино, не очень издачно. Куда? Стоять. Куда пошел? Так, 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 так. Куда? Куда? Все, стоять. Вы арестованы в азорной полиции. Не, ребят, я сейчас заигрался, простите. Как же приятно вспомнить эти старые времена, даже в такой обертке. Она вроде и приятная, ничего так на глаз. Но боганутая она здесь. Я готов. Быстрее ветра. Ждет. Наша воля исполнится. Их ждет смерть. Жду с нетерпением. Так, 3200. Во имя Асшары. Ай, блин, было бы хорошо, если бы следующая волна у нас уже гетовая кристаль на технологии была. Я готова. Вперед. Слушаю. Время не ждет. Этого, увы, не будет. А вы в солуси пошли. Не стоит со мной шутить. За императрицу. Хорошо. Как С-С-С-С-Кай. Пять, они бьют или вен? Так, давай, кастуй. Все, мы, походу, на грани проигрыша. Ну, эту волну, вот, прям, капитально профукали. Или нет, не могу сказать точно. Так, ну, мы близки к смерти определенного. Возможно, до тридцатой мы доживем. Тридцать первая, все, ближе. Корни, корни, корни. И не выпускать его. Ну, мы его просрали. Давай капельку. Не зря столько СПО в одного моба потратил. Так, ну блин, только со следующей кристальную технологию исследуем. И лишь после этого схватит денег. Да, тридцатая волна, походу. Ну, мы ее не выдержим. Без хотя бы одной башни. Хотя бы одна должна быть башня. А у нас нету этого. Смертный голем. А держать уже их стало непросто, я вам так скажу. Ну, призрачные всякие пацаны, это фигня. Вот серные големы сейчас большая проблема. Так, 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 кидай, кидай. Ну, блин, давай. Так, четыре тысячи. Ура! Держите его, а. Еще один. Держите его. Блин, мы всех понемногу покоцали. И в итоге никого не докоцали. А мы всех умудрились и пить. Ну, все, следующую волну надо выдержать. Там будет Таурен наверняка. Это плохо для нас. И потом, потом мы сможем строить, построим первую кристальную башню. Укажи путь. Наконец-то. Ну, зенит, точнее. Не стоит со мной шутить. А ты начертана судьбой. Блин, какие они все гигантские. Мы готовы, если ты до времени не ждет. Что? Что? Бес из преисподней? Какой нахер бес? Скорее, макака из подворотни. Еще брони надавали, регенов всякие. А каосов мы не убьем, блин. Мы просрем до 90 где-то, блин. Мягко сказано, мы почти никого из них не убили. А нам срочно нужна, капитально срочно нужна Ялдана. Первую башню, которой нет. Да ты издеваешься, а? Не стоит со мной шутить. Блин, нам не хватит ее. Уже пора. Держи. Не стоит со мной шутить. Не понял, ты куда улетаешь? Детка! Оу, воу, воу, воу. Да вы издеваетесь, пятнадцать колоты не хватило. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААН. Дерьмо. Ой, блин, пятнадцать голды, надо срочно откуда-то голду убрать. Срочно! Еще несколько секунд надо продержаться до зенита и вот тогда он начнет палить. Время не ждёт. Там даже один зенит очень хорошо тащит. Всё, здесь пацаны по 50 тысяч КП. Все. А дальше босс выйдет на 200 тысяч, который раздваивается и раздваивается ещё раз. Короче, да. Беда. Но, с другой стороны, мобов тут немного. Косэ. Косэ! Срочно! Быстрее! Сройся, чёртов зенит! Тут невидимки! Гасите их! Чёрт, мы невидимок не загасили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай же, стройся! Я в тебя верю! Е! Всё! Понеслась! Так. Бежо в корни. Почувствуйте гнев. Так, его зенит добьёт. Не топил. Не стоит со мной шутить. Вперёд! Во имя богини! Время не ждёт. Не стоит со мной шутить. Вперёд! Во облачную галь. Вот блинский! Так срочно замедлить. От меня не скрыться. От меня не скрыться. Исполнится. Я готов. Жду с нетерпением. Поторопись, человек! Вообще не успел. Не стоит со мной шутить. Так, что тут у нас фолиант ловкости? Я к тебе. Поздравляем, вы дожили до третьего босса. Сконцентрируйтесь. Его я не выдержу, скорее всего. У нас слишком мало урона. Да хотя бы ещё одну зенитку. Хотя, босс... Сколько их выйдет? По-моему, один должен выйти. Или два, или четыре. Четыре. Охранеть, они огромные. Ладно, мы можем просто обус использовать и убить их. Гарантировано причём. Да блин, за то, что они такие огромные, ни черта не понятно, Да, и кто где стоит. Блин, блин. Посмотрите на эту HD текстуру 4К. Блин, мне еще все одной стороной пошли. Так, ну надо как можно чаще их в корни кидать. Так, ну че, ты там дотягиваешь, не дотягиваешь, а? На них здесь же еще двое, потом по 100 тысяч выйдут. И еще двое по 50. Так. Блин, а сейчас войдет в область и попрет куда-нибудь. Вроде 2000, в черли ты не дотягиваешь, а? Думаю, я переоценил мощь. Во! Не переоценил, ребят. Смотрите, как, как, какой бешеный, а улепнулся. Так, его в корне. Так, класс. Первого босса мы добили. Укажи путь. Так, сейчас будет вторая зениточка. И дело пойдет поинтереснее. Но мы, боюсь, следующего нужно не переживем. Там будут быстрые и жирные одновременно крипы. Черт, я не могу им отдать приказ. Смотрите. Так, я не могу иметь тут. И улыбнулся. И улыбнулся. Да. И улыбнулся. Так, еще один. Классно. Так, мне кажется, лучше построить тут башню. Монолит еще один. Демон. Здравствуйте, я демон. Блин, у них даже сразу хп намного выше, а? Уже пора? Красиво. Красиво, там еще фолиант силы валяется, никому махер не нужны. Да, даже уже лазурные, астральные зимиты не помогают. Все плохо. Это ГГ. Ну, мы хотя бы продержались до 31-й волны, это уже похвально. Все. Мировое древо поглотило порча. Эта земля теперь поражена смертью и разложением. Вы проиграли. А че, можно начать заново? Она даст начать заново? М-м-м-де. Хе-хе, теперь я застрял тут. Окей. Ну что ж, друзья, походу это все. Ах, вот такие лазурные башни были. Можете предлагать еще какие можно карты сыграть. Я думаю, мы отдельным роликом побегаем по некоторым еще картам, которые тут есть. Тут, например, Гран-при Азерота, Пасхальная Охота, Замок Скиби, Эпическая Конфетная Война. Аж две версии 2005 года есть, представляете? И Битва Червей. Они в основном для того, чтобы 5 минут побегать. Возможно, это я в одно видео уже увидел. Ну, кроме Замка Скиби, конечно. Тут карта уже большая, она играбельная на одного. Но еще есть Овцы Смерти и Искатели Войны. Там есть, как видим, имена переделаны очень интересно. Вот. Короче, друзья, пишите в комментах, что вы хотите увидеть, какой контент по рефорджету касательно вот такого простого чего-то. Потому что пока я буду делать большие видео, на них уходит много времени. А такие видео записать особо не проблема. По крайней мере, по выходным. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавьте лайки к себе. Оставайте комментарии, пишите ваши пожелания и впечатления. С вами был Павел Первый. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok